Турнир по греко-римской и вольной борьбе памяти первого героя Беларуси Владимира Карвата соревнование для города над Бугом знаковое. Почетными гостями состязаний стали вдова нашего земляка, летчики 61-й истребительной авиабазы города Барановичи, где служил Владимир Карват, брестские ветераны спорта, руководство спортивной и профсоюзной отрасли. Если мы начинали первый, второй турнир, приезжали команды, где-то немножко неподготовленные дети, то сейчас я могу смело сказать, что уровень мастерства довольно-таки серьезный и показывает очень хорошую борьбу. Организаторам Управлению спорта и туризма Брестского облсполкома и областному профсоюзу приходится высоко держать соревновательную планку. Почти 300 борцов из трех стран, 10 весовых категорий среди юношей и девушек. Турнир не только готовит спортивный резерв, но и представляет спортивное лицо Бреста. Школа по легкой атлетике профсоюзов Брестская считается лучшей в республике. Ну, по итогам прошлого года. И вот, значит, директор школы, Петр Анатольевич Хатько, старается оттуда взять все изюминки, лучшие, лучшие, значит, моменты. И вот у нас уже смотрим и девчата, и мажоретки Брестские, и вот «Черный лотос», и оркестр. Вот, поэтому с каждым годом, наверное, уровень поднимается. Я думаю, что так и будет дальше. Те, которые боролись 9 лет назад, уже во взрослой борьбе борются. Поэтому малыши приезжают, набирают опыта, и мы, естественно, набираем вместе с ними опыта. Приезжают хорошие ребята, чемпионы своих городов, чемпионы области. Уровень хороший. Несмотря на юный возраст, а в турнире принимают участие 14- и 15-летние борцы, схватки среди представителей самого древнейшего олимпийского вида проходили не по-детски жарко и с накалом. Соперники на ковер выходили равные по силам и опыту. Сложно было. Противник знает меня, знает мои приемы, как я что делаю. От этого тяжелее было бороться. Разматывать, развергивать, делать по временам приемы ошибки, совершать, чтобы он сделал ошибку и воспользоваться ею. Силен так, что я ему прыгал, но последний сон не начал выглядеть пока что. И получилось так, что догнал его по счету. И удержал этот счет до конца раунда. Вместе с тем, Брестский турнир – это еще и повод наладить дружественные связи между странами и спортсменами, приобрести соревновательный опыт. Не только приехать посоревноваться, чтобы наши дети дружили. Дальше кто-то станет спортсменом, кто-то станет учителем, кто-то станет механиком. Но они будут знать, они будут даже где-то встречаться в жизни. Каждый борец по-своему индивидуальный. У него он либо входит в ноги, либо в партере. У каждого что-то лучше получается. И поэтому на турнирах вот таких присутствовать – это очень большой опыт. На турнире борцы разыграли награды в 23 весовых категориях. Из них 23 медали разного достоинства завоевали представители Брещины, в очередной раз подтвердив свой высокий класс и спортивное мастерство. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.